Коммунальное разбирательство продолжается на улице Зеленой. Больше двух месяцев назад сразу несколько многоквартирных домов перешли к управляющей компании «Левобережная» от МПДСЖКУ. Однако значительная часть жителей многоэтажек утверждает, что произошло это без их ведома и с нарушениями, о которых они уведомили прокуратуру и жилищную инспекцию. Писала от имени жителей «Зеленая 9» и подписывалась не только я, это письмо было коллективное, по поводу того, что у нас происходит сейчас противозаконный захват домов на нашем левом берегу. Грубейших нарушений закона много, говорят противники компании «Левобережная». Речь идет о подделке подписей. Так, жители дома номер 15 утверждают, что у них за новую УК проголосовали люди, давно съехавшие и даже умершие. Люди умершие проголосовали, младенцы, маленькие дети проголосовали, которые вообще, понимаете, да, люди, не живущие в нашем доме, давно выехавшие из дома, ставят свои подписи. Жители, которые не хотят сотрудничать с УК «Левобережная», инициируют собрание, где заявляют о желании вернуться к МПДСЖКУ. Такие собрания уже прошли в домах номер 9 и 15. Очередное состоялось 23 августа вечером во дворе 11 дома. Его жители утверждают, что из-за своей непримиримой позиции подвергаются угрозам и запугиванию со стороны компании «Левобережная». Вот инициатор нашего собрания от работы до дома ходит, прячется по закоулкам, лишь бы ее не тронули. В напряженной атмосфере прошло и это собрание. Для обеспечения порядка пришлось даже вызвать полицию. Срочно приезжайте. УК «Левобережная», по мнению инициативной группы 11 дома, никак не производит впечатление серьезной компании, способной качественно обслуживать их дом. Мы хотим быть с ДЭЗом и чтобы нас обслуживали гарантированно, потому что организация «Левобережная» не представляет себе, как обслуживать многоквартирный дом. Мы попросили нашу управляющую компанию, наш совет дома показать нам решение жильцов, таблицу подсчета голосов. От нас все скрывается. Жители намерены провести заочное голосование, чтобы восстановить в качестве управляющей компании многоэтажки МПДС ЖКУ. Их поддержала и депутат Химкинского совета депутатов Анфиса Резцова. Я жила, живу и буду жить здесь. Естественно, я неравнодушна ко всем проблемам жителей. И то, что вот этот бардак устраивает управляющая компания «Левобережья», это ни в какие рамки не годится. Сторонники и представители управляющей компании «Левобережная» в свою очередь утверждают, что все по закону и намерены отстаивать свои интересы. Впервые о законности своих действий и компетентности в коммунальных вопросах они заявили еще в ходе общего собрания жителей дома номер 9, прошедшего около месяца назад. Вот на это собрание звали только тех людей, которые против управляющей организации «Левобережной». И все равно даже на это собрание пришли наши сторонники, которые открыто заявляют о том, что я не житель, я вашего дома, которые открыто заявляют, что лучше остаться с «Левобережной». Однако вчера во время собрания жителей дома номер 11 данный эксперт о подобных рекомендациях воздержался, заявив, что интересы у «Левобережной» не представляет. А общее собрание, по его мнению, не что иное, как пустая трата времени. Я вообще не представляю, я не представляю, что это происходит. Вот сейчас, на мой взгляд, это происходит баламутство. В ближайшее время состоится заочное голосование жителей дома номер 11, которое решит, кто будет управлять их домом. Сейчас под управлением у «Левобережной» в микрорайоне остаются 8 многоквартирных домов.